Фасап, ребятки, с вами канал Эльгейм, на своем рак, это игра субдавтика, и мы продолжаем с вами выживать. Путешествие продолжается, мы сегодня попытаемся пойти, пойти куда, пойти туда, куда все ходят по сюжетной линии. Что же здесь такое творится, куда делась наша сестрица, тыца-тыца, принца-тыца. В общем, я узнал, что нужно сделать. Помните, в прошлый раз мы отправились к женщине, которая живет, но нет, чтобы узнать, что там вообще происходит. Она нам поведала, что все очень плохо, но она не выйдет и не поможет нам, пока мы не отключим антенну свяжения базы Альтеры. И для этого нам нужно было что? Для этого нам нужно модуль обслуживания. Собственно, мы все взяли, и сейчас мы пойдем отключать эту антенну. Погдай. Вот он. Модульок-то наш. Не так. Замечательно. Теперь обратно к терминалу. Это который снизу доходится. Так. Активный режим передачи сигналов. Должно сойти, пожалуйста, работай. Просто с работы. Да, спутник отключен. Так, я впечатлен. Это было весьма и забытательно. Не, мы отправились обратно к женщине, живущей на дне океана. И сразу в щеляку. Оба-да. А бабульки-то нету, смотри-ка. И тут закрыто. Почему? А куда папка убежала-то? Папки нету, пацаны. Папка куда-то сбежала. И мы отправились на поиски женщины, живущей на дне океана. И вот опять же, непонятно. И что дальше? Куда тебе дальше идти? Судавтика, ты меня прям вообще радуешь. В общем, ничего не понятно с этой игрой. Что-то как проходить. Существует мнение, что нужно найти тепличку. Маргарет, женщина, живущая на дне океана, участвовался и отправился искать тепличку Маргарет. Гринхаус. Приключения. В общем, где-то здесь, среди льдов, находятся эти дома. А нам нужно в первую очередь узнать, что здесь находится на этой глыбе льда. Не просто так, ведь эту глыбу льда сделали здесь, посреди океана. Чтобы мы наткнулись на нее и увидели, что здесь, посреди океана, сделали не просто так, наверное, эту глыбу льда. Я напомню, что мы где-то вот здесь ищем теплицу Маргарет. Смотри, 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 нет? Реально, смотри, мы нашли теплицу Маргарет. Давайте возьмем скадер и все здесь откодируем. Сначала мы пробежим по кругу, посмотрим, что здесь по кругу. Чтобы поднять, должны ли нам эти круговые движения. Так, открыть. Ух ты. Давненько этот чертов спутник пролетал, полагаю, это своих рук дело. Ни одна сцена в семье, зная, знала, что делать с тумбанами, указаниями и старыми проводами. Она была та еще штучка твоя сестра. Первый раз, когда я ее встретила, я была уверена, что она альтеранка до водококосей. Ни пятнышко, ни униформы, повсюду распылилась пионить своей чертовой птицей роботов. Потом она меня удивила. Возможно, даже через черт. В смысле, если правда хочешь знать, на верстаке есть КПК, который направит тебя куда надо. Понравится что-нибудь еще ко мне не обращать, но ты можешь угоститься. Из моей теплицы самое меньшее, чем я могу оплатить тебе за то, что ты стряхнула этих пиков своего хвоста. Вот куда Маргарет, значит, ушла. Что она здесь делает? Она здесь делает что-то. Изучает, сколько ходишь в Маргарет Пол, но такого ничего никакой чертов раз крутой гаджет нет. Не что-то там. Маргарет, мы изучили Маргарет. Внешность сотрудников службы безопасности. Статус пропала. Ранее считалось погибшей. Последний контакт записи найден в другом секторе на планете 45-46-Б. В общем, да, в Маргарет, в общем, они дошли, да, бактерия, бактерия опасна. Государство хочет, что там, какое-то, государство хочет использовать бактерии в качестве оружия. Они не хотят, чтобы эта болезнь распространилась, и другие солнечные системы, и они решили, короче, подрыв, подрыв сделать. Они решили пещеру, короче, взорвать херам. В общем, предотвратить все эти дела. И с этого все, наверное, и началось. Все пошло не так. Прибыли на какую-то станцию. Смотрите, ребята, есть тут подъем. В общем, воспользуемся им. Посмотрим, что здесь находится. Так, здесь у нас есть вышка, и здесь у нас есть КПК. Так, что у нас здесь? З, это у меня к тебе немного странный вопрос. У тебя никогда не было необычный побег, когда ты работал с работами? В смысле, вроде того, как порваться, это у меня за плечом и твердить, что я неправильно собираю схему, потому что его папа когда-то давно делал все это так? Нет, вроде электрический побег и аудио или видео, какое-нибудь мерцание или щелкание. Не понимаю такого, что. Значит, до залива не распространяется. Что не распространяется? Фред, отводил меня на остров с ракетой для отчета. Когда мы вдруг поймали что-то похожее, достиг дал СОС. На Дельте весьма старабота, что его создавало. Я думаю, архитекторы пытаются с тебе общаться. Ты всегда так думаешь. Слушай, может быть, это моя работа, всегда так думать, и я в этом деле очень хороша, только отдел кадров это не волдует. Я ни словечком не скажу Эммануэлю. Спасибо, ты настоящий друг. Так, значит, с этой Лилиан здесь какие-то сигналы обнаружили. Отлично, посмотрим, что обнаружим мы. На аптечке это нам пригодится. Здесь довольно-таки относительно, наверное, тепло, поэтому нас пока ничего не беспокоит. Но хотя мы медленно и уверенно заберзаем. Надо как-то придумать что-то, что нам поможет бороться с этим. Не знаю, что-то запустить, я не знаю, тут надо что-то запустить. Куда-то тут огромный остров, я смотрю. Есть еще проход вот туда. Сейчас мы туда отправимся, посмотрим, что вообще из этого выйдет. Но для этого, для начала, нам нужно сначала согреться немножко и подумать. Подумать зачем? Над тем, что нам нужна одежда. Я так понял, здесь нужно будет бродить. В общем и целом, мы собрали то, что нам необходимо было. Это утепленный шлем, сопротивление к холоду, это утепленный костюм, это утепленные перчатки. Посмотрим теперь, что вообще будет с нами происходить. С нами происходит, все равно мы замерзаем, прикинь, короче. Я не знаю, ни хера не работает. Так, здесь вроде нормально. Выходим наружу, пробуем еще раз. И все равно мы медленно замерзаем. Так, налево тоже что-то странное. Пойдем направо, смотри. Направо, направо что у нас? Направо у нас разрушенный мост какой-то. Разрушенный мост, и мы, наверное, не сможем. Смотри, гейзер какой-то. Паровой гейзер. Здесь, походу, греться можно. Да, вот и парового гейзера можно греться. За этим мостом есть что-то важное. Это было важно для Альтеры, но еще важнее для меня. Смотри, он наконец-то к нам договорил. Это поможет восстановить твое тело, полагаю? Да. Тогда сейчас мы узнаем, что там. Так, здесь, смотри, отсутствует работа, требуется гидравлическая жидкость. Что-то гидравлическая жидкость. Убрать, выдвинуть. Что-то гидравлическая жидкость. Гидравлическая жидкость. Так, смотрим, что нужно для гидравлической жидкости. Крось, семян, водоросли, гелиобразовый. Ладно, здесь мы еще только, ну, все впереди нас узнать, что куда. Гидравлическую жидкость обязательно сделаем. Здесь есть что-то еще. Мы сейчас это что-то еще будем выяснять, что здесь есть. Пока я вижу только проходы вокруг да около моста. Смотри, вот сюда есть заход. Пойдемте сюда, сойдем, посмотрим, что здесь. По близости обнаружен бояк комплекс Альтера. Уникальный идентификатор, центр работотехники. Фи. Так, направо пойдешь, ничего не найдешь. Идем налево, смотри. Слева есть фодарики. Фодарики это всегда хорошо. Фодарики подсказывают, что вы идете в правильном направлении. Я не знаю, что это. Какие-то сосисопалочные растючки. Это лихорадочный перец, смотри. Я так думаю, что он, скорее всего, тебя прогревает. Это мраморный анимон. Смотри, что это такое. В смысле, что ты такое, что ты за глаз такой, короче. Какая-то подстаканка, из нее какая-то штука. И смотри, еще одна, смотри, стрелка. Типа, иди туда. Еще одна стрелочка. Ух ты, инструмент. И что? Просто вот инструмент исследователя был. Да, мы двинулись дальше. И мы вышли, куда мы вышли? Ух ты, смотри, здесь станция. Здесь база исследовательская. Здесь какая-то исследовательская база. Итак, на что мы наткнулись и куда мы пришли? Мы пришли на что-то крупное. Давайте сходим, посмотрим, что в дизунот лежит. У нас здесь куча ящиков. Я думаю, они могут быть нам полезны. Что-то интересное они нам откроют. Смотрите, здесь есть какая-то штука. Ух ты, робот и станция какая-то. Что это за станция? Что за робот? Он какие-то звуки издает, но непонятно. Наверное, мне нужен пингвин, чтобы пройти пингвином туда. Надвигается опасная погода. Ищите укрытие. Что ж, пойдемте искать укрытие. Надвигается опасная погода. С погодой лучше не шутить. Если она вот прям плохое настроение, не настроена никак, то лучше, короче, да. Идем вот в базу. Посмотрим, что в базе там интересного есть. В базе ФИ. Итак. О, сучка. Страшно было. Центр робототехники ФИ. Центр робототехники ФИ. Здесь работала Сэм. Как тут все дофига разрушено. Здесь все разрушено. Сюда не пройти. Давайте посмотрим везде. Под низом, что под верхом, под серединой. Что-то здесь все как-то печально. Так, ну здесь тупик. Сюда зайти нельзя. Давайте пройдем в другое место. Давайте пройдем с другой стороны. Обойдем. Очень страшно, потому что ничего не знаешь. Ничего не знаешь, потому что информации нет, что здесь происходит. Так, у нас есть заход-то вверх. О, что это? Взять предмет. Сечтое волосо. Сечтое волосо, это круто. Ничего себе. Есть вот эта пещера. Ребятки, очень большая пещера, очень крупная пещера. Но при этом есть у нас и разрушенная база. Давайте пока в пещеру входить и будем, мы здесь пошаримся внутри. Здесь зайти нельзя. Вот, вот, вот есть проход. Смотрите, мы тошли. Мы проникли. Что у нас здесь? У нас здесь все очень странно. Я думаю, кухня. Пройдем на кухню. Так, здесь КПК. Автомат, автомат. Есть вот эта пещера. Ребятки, очень большая пещера, очень крупная пещера. Но при этом есть у нас и разрушенная база. Давайте пока в пещеру входить и будем, мы здесь пошаримся внутри. Здесь зайти нельзя. Вот, вот, вот есть проход. Смотрите, мы тошли. Мы проникли. Что у нас здесь? У нас здесь все очень странно. Так, здесь КПК. Итак, просто захотел кое о чем спросить, пока не вернулась за это и мы не начали играть. Это про пещеру с замерзшими левиафанами. Я изучила. Ты изучила, когда? Почему я тебя не видел? Может, ты спал или был занят маленькими невозможными морскими существами? Эти рисунки – настоящее искусство. Не важно. Я заглянула внутрь и думаю, у нас и есть причины волноваться. Совсем недавно эта планета была непригодна для жизни. Но если бы мы будем работать вместе, мы убедим их положить к одессы к переметам с пытанцией Хара. Меня это не устраивает. Сабанта, у тебя парадоя. Да ладно, выслушайте, Сэм. Она заботится о нашей безопасности. Остальные не заботятся за это. Теперь мы можем поиграть. Ладно. В общем, короче, все что-то, короче, не верят Сэм. Все думают, что Сэм сбрендила. Но Сэм на самом деле не сбрендила. Сэм на самом деле заботится о нас, потому что там все плохо. Там вирус Хара, который может всех уничтожить. Никто ничего не понимает и думает, что она просто не хочет разбогатеть. А так всегда бывает. Знаете, всегда кто-то один борется, другой не борется. Хули, хули, вот это. Вот, вот это я понимаю. Вот это, понимаю. Как все тут пахнет инопланетски. Что-то здесь. Все вообще все не так. Что это такое? Телепорт архитекторов. Для того, чтобы он телепортировал, его, наверное, нужно запустить. А как его запустить? Для в душе идеалета. Наверное, вот этот генератор нужно починить. Очень все здесь странно, я тебе скажу. Ну, в общем, ладно, отправимся тогда решать этот вопрос по-другому. Что у нас здесь? Мне кажется, он куда-то прям жестко телепортирует. Пока непонятно, правда, куда жестко. Так, а это проход куда вниз, да? Обратно вниз. Мы сейчас пойдем и проверим различные места пешком. Здесь у нас тоже какой-то проход в виде палочек, фонариков. А я смотрю, прям здесь вот прям много чего. Куда походить можно, да? Вот была игра про воду. Зачем вы делали ее про что-то другое? У нас здесь прям, ну, вход, лаз или это что? Это подводная пещера какая-то? Да, смотри, это какая-то супер ужасная подводная пещера. Давай посмотрим, куда она ведет. Вот куда-то в крутые места. В очень интересное место. И куда мы попали? Мы попали куда-то. Что здесь в этой пещере? В этой пещере есть водопад. Есть водопад и есть проход. Есть проход. Все там, где есть проход, можно пройти. И что? Что нам это дало? Нам это абсолютно не дало. Я в итоге заблудился. Я в итоге заблудился и вышел куда? Дальше ходим. Мы ходим дальше, проходим. Еще одна станция. Пингвинная подзарядка. Здесь тоже на пингвине-шпионе нужно идти. А возможно, нам может быть и не нужно было на мост прыгать. Ну, честно. Может быть, нам достаточно было просто вот так вот побродить, походить. И мы бы все прекрасно... Смотри-ка. Охрана. Пропан. Прован. Прикинь, вот так вот нашли. Прован Иванов. Заходим внутрь. Нихера себе, Прован. Как ты тут прекрасно устроился. Что ты здесь... Человек, который здесь работал, тоже жил в хранилище. Он, наверное, наблюдал за всей этой штукой. Исследовал тут что-то. Взять диск музыкального автомата. О, прикольно. У меня теперь есть новая музыка. Интересно. Интересно. У него здесь, значит, был пост какой-то. И он что-то охранял. Тогда давайте пойдем и посмотрим дальше, куда нас приведет эта пещера. И я чувствую, сейчас что-то будет оргазмично крутое. Что здесь стряслось? Я ощущаю здесь многое. Среди прочего, смерть. Охереть. Смотрите, короче, что здесь? И что это такое? Итак, у нас здесь есть что? У нас здесь есть сканер. Взять ожерелье. Что за ожерелье? Это ожерелье Сэма. Она никогда не снимала его. Боже мой. Сэм никогда ничего не снимала. Давайте почитаем. При исследовании участка гороскопа ФИ включить вход в пещеру и прилегающей территории обнаружены космические повреждения для наблюдательного оборудования Альтера и значительные структурные повреждения на сенах и естественным вход в пещеру и опорам. В результате обломки не позволяют проникнуть в пещеру без тяжелого строительного оборудования. В данный момент доступ невозможен только пешком. Пострадало двое сотрудников. Парван Иванов и Саманта Айю. Оба тела обнаружены под обломками у входа в пещеру. Иванов только что вошел в пещеру. Следы док все еще были видны. Порядка 15 метров глубже в пещере обнаружена Айю. Предположитель разбившийся бедняга. Что Айю дотворила? В ее досье идут записи о вандализме или небрежности. И все же мое единственное заключение причиной обрушения была небрежность служащего. Нам необходимо расследовать возможную связь со взрывом и в лаборатории обега. Если Айди связаны, то кто за это в ответе? Ага. Итак, Парванна погиб. Айя погибла. Это очень плохо. Это очень ужасно. Кажется, смерть твоей сестры сопровождалась значительными разрушениями. Это какая-то бессмыслица. Она никогда не уничтожала бы базу. Ну, безосновательно. Не знаю, я ошарашен, обеспокоен. Я далеко не так хорошо сдала Сэм, как думала. А что другое? Базу взорвало, наверное, это. Баргарет. Она же сказала, типа, возьмет на себя всю вот эту взрывную и подрывную деятельность. Так, у нас здесь есть подъемник. Подъемник работает? Вызвать лифт. Ух ты! Ух ты! Прям миллион, ух ты! Смотри, какой крутой. Это что? Это древний какой-то? Я таких еще не видел. Это левиафан. Афигей! 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 Это что такое? Ввести образец. Для работы потребуется контейнер для инъекций. Нарывы. Сканирование показывает, что доросты всего лишь видимый компонент плотной сети бактерий, питающийся мертвыми клетками левиафана. Несмотря на риск, рекомендуется для дальнейшего изучения. Прикиньте, череп замерзшего существа. Много места для мозга, но в основном кость и жир. Офигеть, какой он нереально огромный. Это просто посмотрите на это ротище-глотище. Суп замерзшего левиафана. Острый для разрывания мяса и костей. Ну, ясен пень, что он не травку щипал. Но это ж очевидно. Это ж огромная дура. Она явно чем-то питалась таким. Наверное, другими левиафанами. Ох ты, смотри, какой прыщ. Огромный нарыв. Прям дофига интересно. Да прям я прям ору. Там же есть еще внизу проход, да? Мы внизу не прошли. Там был проход какой-то внизу. Да, там есть внизу проход. И мы сейчас отправимся в низопроход. В нижний проход, который есть внизу. Он так и называется, проход вниз. Итак, мы пошли вниз. Посмотрим, что там внизу, что происходит внизу. А здесь внизу вообще что происходит? Здесь вообще огонь какой-то. Смотри, что это? Взять соляная кислота. Я не знаю, зачем мне соляная кислота, но мы ее возьмем. Вообще, надо все брать. Все, что дают, надо брать. Смотри, когти. Так, когти заберзшего существа. Сейчас скажут, чтобы разрывать кости и пасти. Мы обнаружили эту тварь. Ни хера, она огромная. Погребенная в ледяках. Некоторых она дико напугала. Казалось, что она бродила по земле тысячи лет назад. Тысячи лет назад, когда провалилась под лед, она была заражена. То есть, в смысле, это поверхностный левиафан. Это левиафан, бродящий под землей. А планета же Вадедая. Какая земля? Она была заражена бактерией Хара, агрессивной болезнью, которая уничтожила архитекторов и почти всю жизнь на планете. Неизвестно, виноват ли на рост мутировавшийся Хара в окончательной гибели существа. С тех пор, как на 4546B был выпущен фермент, бактерия была практически уничтожена. Редкие образцы вроде этого, это единственный источник. Исследования бактерий были переведены в изолированную лабораторию Омега. Тогда как дальнейшие исследования существа будут проводиться на участке раскопа. Вот так вот. Они, значит, в изолированную лабораторию куда-то все это унесли и там это все изучают. Ясно. Мы нашли вот такое крутое существо, ребятки. Я думаю, до этого наше исследование закончится. Что будет дальше? Открыли вот такого вот левиафада, которому тысячи лет, и он бродил по земле, пока не провалился, не заразился. И мы поняли, что здесь происходит. Здесь происходит исследование бактерии Хара. И космическая правительство хочет использовать эту бактерию в своих целях. Но Сэм не хотела этого, и поэтому она начала пакостить и уничтожать все. Делать для того, чтобы бактерия никуда с этого острова не ушла. С вами был канал LLG, Let's Play Rack. Это Субтитры сделал DimaTorzok. Увидимся, ребятки. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА